Библейский портал экзегет.ру представляет В конце десятой главы послания к евреям говорится о том, что нам нужна вера, о том, что праведный человек будет жить верой. Но что такое вера? Об этом одиннадцатая глава послания к евреям, читаемая в рамках библейского портала экзегет. И, наверное, это самая интересная и самая актуальная глава во всем послании к евреям. По крайней мере, мне так она видится. И одновременно она самая анахроничная, потому что она рассказывает о вещах, которые давно завершились, о которых мы так иногда кто-то помнит, но не очень хорошо и не очень твердо. Как это получается, вот давайте посмотрим. Итак, что такое вера? Вот одиннадцатая глава посвящена именно этому. Сначала очень краткое определение, потом очень-очень много примеров. А вера кладет твердым основанием надежду и являет незримая. Можно перевести немножко иначе. А вера осуществляет нашу надежду и являет незримая. Но в любом случае вера связана с надеждой. Что это такое? Ну, смотрите, если у меня есть сто рублей в кармане, ну, они у меня есть. Мне не нужно надеяться на то, что они у меня есть. Если я вижу, что где-то лежат сто рублей, я могу их взять. Опять-таки, мне не надо верить или надеяться. Я знаю, условия какие-то есть. Да, там, выполню работу, мне дадут эти сто рублей. А вот если я не знаю точно ничего, если я ничего точно не вижу, но я отношусь к тому, на что я надеюсь, настолько же доверительно, настолько же уверенно, как если бы я держал в руках или видел и знал, на каких условиях я это получил. Вот это и есть вера. То есть мы можем в жизни иметь какие-то определенные ценности, условия, явления и так далее. Мы можем хотеть чего-то. И у нас очень разные отношения. Но вера – это тогда, когда мы относимся к вот этому желанному, так как если бы она у нас уже была. Вот, собственно, и все. И об этом свидетельствует герой древности. Зачем долго говорить о теории, когда в библейских повествованиях очень много ярких и интересных примеров? Вера дает нам познать, как изречением Божьим были сотворены миры, так что все наблюдаемое нами возникло из незримого. О сотворении мира. То есть мы не знаем, как это было. Кстати, сегодня там физики говорят «великий взрыв» и что-то подобное. Но мы тоже этого не наблюдаем, и физики не наблюдают. Это некая реконструкция, основанная, конечно, на фактах, на гипотезах. Но все равно, в конечном счете, вера – мы верим этим физикам. Или верим библейскому повествованию, кстати. Я не вижу между этими двумя довериями противоречия, но мы сейчас не об этом. А мы понимаем, как возник этот мир только благодаря вере. Но это ладно, это теория, а практика. Это по вере Авеля, принесенная им Богу жертва, оказалась лучше, чем у Каина. И вера свидетельствует о его праведности. Самое начало человеческой истории – жертва Авеля была принята, Каина отвергнута. Почему? Автор предполагает, потому что Авель верил. Бог дал это свидетельство, приняв его дары. И благодаря вере Авель говорит и после смерти. Что это значит? Ну, он был убит, и есть такое место в книге «Бытия», соответствующем. Голос крови звучит после его убийства. Но не только звучит в том смысле, что обличает Каина, убийцу, но еще и мы знаем о Бавеле, мы знаем о том, как он это сделал. Это по вере Еноху он был взят, прежде чем встретил смерть, и не стал его, его взял Бог. Еще один персонаж Ветхого Завета, который каким-то таинственным образом был взят, что имеется в виду, неизвестно. И еще прежде, чем это произошло, было дано свидетельство, что он угоден Богу. А без веры невозможно ему угодить. Кто прибегает к нему, должен верить, что он существует и вознаграждает тех, кто ищет его. То есть, вот тот самый принцип, который у Павла всюду. По вере спасения, ну вот как угодить Богу? Только верой. В конечном итоге, ведь вера в Бога – это и есть уверенность в том, что вот сказанное, обещанное – это реальность. Это по своей вере Ной, который во время потопа спасся со своей семьей, получил предупреждение о том, чего еще нельзя было увидеть, и с благоговением приготовил ковчег для спасения всего своего дома. Вера позволила ему осудить весь мир и унаследовать ту праведность, которая приходит от веры. Осудить весь мир, что имеется в виду? Ну, это тот мир, в котором он жил, погиб, но и остался. И праведность, которая приходит от веры, вот совершенно Павлова такое выражение. Это по своей вере Авраам послушался призвания и отправился туда, где должен был получить наследственный удел, и вышел в путь, не зная, куда идет. Речь идет о призыве Авраама, и поверил Авраам, и вменилось это ему в праведность. Как говорится в книге Бытия, еще тоже ничего не сделал, но сама вера, сама готовность действовать в соответствии с призывом и есть основание его праведности. По своей вере он поселился в земле обетованной, а тогда чужбине, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, наследниками того обетования. Он ожидал, когда Бог, как создатель и архитектор, воздвигнет на твердом основании город. Ну, то есть, еще ничего нет, а он уже живет в будущей обетованной земле, на тот момент она совершенно к нему никакого отношения не имеет. Это по своей вере Сара могла принять его семьи и родила, вопреки своему возрасту, ведь она знала, что верен своему слову обещавший. У них не было детей, но когда они уже состарились, Сара родила ему сына Исаака. И потому от одного Авраамыча плоть уже омертвела, произошло несчетное множество потомков, как звезд на небе или песчинок на берегу морском. И физических, естественно, израильтяне, и не только считают себя его потомками арабы, кстати, считают себя потомками Авраама и Ибрагима. Довольно большая группа людей, да, но и, конечно же, идет речь о потомках по вере. Все они умерли, сохраняя веру, хотя не получили обещанных благ, а лишь взирали на них издали и приветствовали, признавая, что на этой земле они странники и пришельцы. Вот важнейший принцип. Ну, если мне говорят, там, вскопая огород, я тебе дам 100 рублей, то понятно, что я сделал и получил, да, но это не вера, это договор. А если мне говорят, вот ты сейчас будешь что-то делать, будешь каким-то определенным образом жить для того, чтобы в далеком будущем все стало совсем иначе, чем оно сейчас. Вот это уже требует веры. Я не получу этих 100 рублей. Это не 100 рублей, это гораздо больше. Вот так и эти праведники, они работали на дальнее будущее. Очень часто в жизни думаешь, а где мои 100 рублей, а что я с этого получу? Не всегда это будет настолько просто и легко, но если это вера, то она позволяет не дожидаться этой маленькой сиюминутной награды. Странники и пришельцы. Это, конечно, фраза из ответа Исаака на вопрос фараона, кто он. Но, смотрите, это же, в принципе, так, как мы живем в этом мире. Этот мир не совсем наш. Мы в нем странствуем, путешествуем. Интересно путешествовать интересно, я люблю путешествовать. Но это не наш дом, да, вот наш дом где-то еще. Это важнейший принцип христианства. Кто называет себя странником, показывает, что он ищет свою родину. Если бы они имели в виду страну, из которой вышли, то могли бы в нее вернуться. Нет, они стремятся к лучшей небесной родине. Началось с исхода Авраама, который выходит из, соответственно, своего родного края и ищет обетованную землю. Но не только про это. Мы все откуда-то выходим. Вот там мое поколение из Советского Союза вышло. Некоторые стремятся вернуться. Думаю, там было очень хорошо. Каждое поколение из чего-то выходит. Каждая группа людей, она оставляет в каком-то смысле вот свой круг, свою родню. Не обязательно физически ее оставляет, свой круг привычных понятий, свою жизнь. И стремится к чему-то лучшему. Пытаться вернуться туда, как в Египет многие израильтяне пытались вернуться после исхода. Бесполезно. Вера позволяет искать и находить. Даже если находка будет не в этой жизни и не сразу. Нет, они стремятся к лучшей небесной родине. Поэтому их бог не стыдится, их называя себя их богом. Ведь он и приготовил для них город. Вот этот самый некий город, небесный Иерусалим. Образ той родины, того дома, который еще только предстоит открыть. Эта вера позволила Аврааму, когда он проходил испытание, принести в жертву Исаака. Помните историю из книги Бытия? Он на самом деле был готов его принести, но не принес. А он говорит принести в жертву. И еще уточняет, да, он принес единородного сына, того самого, кто должен был унаследовать обещанное. Ведь это о нем было сказано. Потомством твоим будут называться дети Исаака. Имеется в виду, что Бог обещал именно от Исаака произвести потомство Авраама. Но Авраам был готов Исаака принести в жертву. Хотя в последний момент его остановили. Но фактически он свою часть пути прошел. Он считал, что Бог может Исаака из мертвых воскресить. Образно говоря, так оно и вышло. Ну, то есть он как бы вернулся к Аврааму. По своей вере, Исаак благословил Иакова и Исаава, предсказав будущее. Имеется в виду, что он дал одно благословение Иакову, а другое Исааву. И это определило их судьбу. По своей вере, Иаков перед смертью благословил обоих сыновей Иосифа и поклонился, опрошлись на жезл. Такой немножко странный жест, который тоже описан в книге Бытия. По своей вере, Иосиф в конце жизни рассказался нам Израиле об исходе и распорядился, как поступить его костями. Захоронить земли обетованной. То есть это история праведников и праотцев израильского народа, которые каждый проходил какую-то свою часть этого пути. И был уверен в том, что дальше пройдут другую часть. Хотя лично не получал всего этого, хотя лично оставался где-то на своей ступеньке, но проходил весь путь целиком. Как в средние века соборы строили. Их строили столетиями. Один человек фундамент клал, другой стены возводил. И только их правнуки и даже прапраправнуки крышу строили. Вот каждый понимал, что это единое здание. По своей вере, родители Моисея скрывали его три месяца после рождения, оценив его красоту и не испугавшись повеления фараона. Фараон велел убивать всех новорожденных мальчиков. Но вот родители этого не сделали. По своей вере, Моисей, когда вырос, отказался называться сыном фараоновой дочери. Он предпочел страдать вместе с Божьим народом, а не временно наслаждаться грехом. Ну, понятно, что идет речь о том, что Моисей мог бы быть сыном дочери фараона. Она его нашла и усыновила. Но решил все-таки остаться израильтянином. Поношение Христова... Да, простите. Он считал богатство более ценным, чем египетские сокровища. Ведь он смотрел на будущее воздаяния. Имеется в виду, что он предпочел быть в бедности и в унижении с израильтянами, нежели жить в этом богатом фараоновом дворце. По своей вере, он оставил Египет, не боясь гнева фараона. Он все терпел, словно бы в виде незримого. По своей вере, он совершил Пасху и пролил кровь, чтобы ангел-губитель не коснулся израильских первенцев. По своей вере, они перешли Красное море, словно посоху. Когда тоже попытались сделать египтяне, то утонули. И по своей вере, они обходили семь дней стены Ерихона, и стены рухнули. Имеется в виду, конечно, история исхода и входа в землю обетованную, где говорится о вещах, которые нелогично совершать. Оставлять Египет, где все такое привычное, родное. Переходить по суше моря, хотя вода может в любой момент вернуться. Обходить с трубами стены Ерихона, которые затем падут. Зачем, когда эти стены взять нельзя приступом? И каждый раз что-то происходит. Каждый раз все оказывается не таким, каким выглядело сначала. По своей вере, блудница Раав приняла с миром лазутчиков и чуть не погибла. И не погибла вместе с неверными. То есть, женщина, которая жила в Ерихоне, присоединилась к израильтянам, просто обретя эту веру. Такой пример для язычников, которые могут присоединиться к народу Божьему, просто поверив им. Для этого не нужны какие-то особые отдельные условия. Что мне к этому добавить? Не хватит времени рассказывать о Гидеоне, Вараке, Самсоне, Ифае, Давиде и Самуиле, и о пророках, разные герои из Ветхого Завета, истории которых, конечно, должны были быть знакомы адресатам послания. Своей верой они покоряли царство, вершили справедливость, получали обещанное, заграждали львиные пасти, Даниил, например, во львином рве. Гасили мощное пламя, спасались от пожирающего меча, в немощи обретали силу, на войне становились крепкие, обращали вражьи полчища вспять, а женщины получали своих умерших близких воскресшими. Это история, например, из жизни пророков Ильи и Елисея. Иные из них были замучены, не приняв освобождения, лишь бы обрести лучшее воскресенье, то есть погибли здесь, чтобы после смерти быть в наилучшем месте или в наилучшем состоянии. Иные испытали насмешки и побои, вплоть до оков и темниц. Их побивали камнями и перепиливали, или убивали мечом. Они бродили в овечьих и козьих шкурах, следили, что они бедствуют и страдания. Те, кого не был достоин весь мир, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земным. Да, есть свидетельства об их вере, но все они так и не получили обещанного, ведь Бог и для нас предусмотрел нечто прекрасное. Совершенство они должны достигнуть вместе с нами. То есть вот этот длинный перечень историй, длинный перечень имен говорит о чем? Что вера позволяет человеку, и в Ветхом Завете мы видим много историй, делать то, что с логической точки зрения делать ему невыгодно. То, что не может привести к какому-то результату, то, что не даст каких-то прекрасных последствий здесь и сейчас, но только это и дает дальние последствия. Только это и позволяет совершиться замыслу Божьему в истории. А замысел состоит в том, что совершенства мы достигаем вместе. Что все эти великие герои веры не достигли совершенства и достигнут его с нами, потому что именно мы, христиане, носители вот этого знания о Новом Завете. Именно мы входим в эти новые договорные отношения с Богом, и тем самым они входят вместе с нами. Мы не лучше них, я думаю, даже значительно хуже. Но вот эта длинная и сложная история, вот это строительство собора достигает своего завершения именно во Христе. Мы те, кому довелось последнюю черепицу на крышу положить. Это не значит, что мы самые крутые из всех, кто строил этот собор, но значит, что труд завершен нашими, может быть, очень слабыми, очень недостойными усилиями. И вот это действительно такой гимн веры. 11 глава послания к евреям может быть самая пронзительная во всем Новом Завете, что только говорится о вере. И самое удивительное, вот после этого длинного списка, так легко было сказать, вот смотрите, какие великие герои, как они поступали, а вы, вы-то кто? Он говорит, нет, смотрите, великие герои и не достигли совершенства, но вместе с нами его достигали. Вот этот принцип возвышать человека, призывая его к чему-то действительно важному и хорошему. Ну, а в следующей главе, в 12-й, он будет говорить, а что это значит для адресатов послания. Если все это так, если мы завершаем и совершаем этот труд вместе с Абраамом, Исааком, Иаковым, Давидом, пророками и другими, то от нас-то что в этой ситуации требуется. Следующая, 12-я глава. Продолжение следует...